МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Омск. Здесь в ближайшие полчаса расскажем о том, чем запомнилась уходящая неделя. Яркие события, интересные факты. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. Коротко о главном. Докатились. Муниципальные автобусы могут встать, денег на топливо нет. Позволят ли перевозчикам установить тариф в 37 рублей за билет? Непорядок по закону. Разрешат ли жильцам омских многоэтажек на деньги из фонда капремонта починить мусоропроводы? Больше тысячи из них сейчас в аварийном состоянии. Призвали к ответу. Хабблда Шушубаев, которого судят за хищение средств дольщиков и уклонение от уплаты налогов, назвал обвинения абсурдными. Пух, мех или синтепон? Что надеть этой зимой, чтобы не замерзнуть? Мы проверили разную одежду при помощи цепловизора. На этой неделе стало понятно, а мечи жили непосредством. Теперь придется экономить. Такова суть выступления регионального министра финансов Вадима Чеченко на прошедшем среду заседании регионального правительства. Это, конечно, не ставшая крылатой фраза премьер-министра Медведева, но смысл, пожалуй, тот же. Вы там держитесь. Параметры бюджета озвучены. Доходы на 2017 год 58,4 миллиарда рублей. На 2,2 миллиарда меньше, чем планировали в прошлом году. Расходы урезали еще сильнее, почти на 6,5 миллиардов. Итого дефицит 606 миллионов. Омская область лишь на треть сможет обеспечить расходы на транспорт, газификацию и водоснабжение для населения. Недополучат субсидии фермеры, экономить придется на строительстве, а точнее на том, чтобы достроить уже начатые в районах объекты средств. На завершение работ нет. Как объяснили в областном правительстве, в последние два года расходы росли в 4 раза быстрее доходов. Проблемы общественного транспорта уже недалекая перспектива. Реальность. Омск вновь оказался на грани транспортного коллапса. Муниципальные ПТП не могут рассчитаться за топливо. Долг уже перевалил за 100 миллионов. К декабре может вырасти до 400. Автобусы просто не выйдут на линию. Директор департамента транспорта в очередной раз предлагает, чтобы заплатили пассажира, призывает повысить стоимость проезда и жалуется на нелегальных перевозчиков. Мой коллега Дмитрий Ковалев выслушал все мнения и расскажет, что ждет муниципальный транспорт и пассажиров. Муниципальный автобус для Сергея Макарова единственный способ добраться в университет. Студент купил безлимитный электронный проездной. А на маршрутных такси не ездит. Пытается экономить. Я все время езжу от УЗА домой минут 20. И 20 минут стоять не очень хочется. Автобусы дешевле. Маршрутка обычно 25 рублей. Никаких скидок нет. Насмотреть на то, что студенты или пенсионеры. Остаться в боксах треть пассажирских автобусов Омска может уже в начале ноября. Транспортным предприятиям нечем платить за топливо. Из-за долгов по налогам и перед поставщиками горючего у двух ПТП, второго и четвертого, арестовали счета. Директор департамента транспорта Виталий Маслик еще в начале недели успокаивал омичей. Калапса не будет, успокойтесь. Не волнуйте наших жителей. Городской бюджет ищет возможность выделения определенных денег для того, чтобы погасить долги 2015 года. Уже на следующий день чиновник говорил менее оптимистично. Скажем так, острые угрозы, конечно, у нас есть. Риски большие, но, скажем так, обвала мы не ожидаем. Но риски большие. В ноябре 2015 года из-за того, что городские ПТП не платили за топливо, машины перестали заправлять. 200 автобусов не вышли в рейс. Амичи стояли на остановках по несколько часов. А с окраину ехать и вовсе было невозможно. Ситуация сейчас практически не изменилась. К концу года долги продолжают расти. Одно из немногих предприятий, которое еще в состоянии зарабатывать – восьмое ПТП. Прибыль за этот год – 10 миллионов рублей. Но и эти деньги тратят не на новые автобусы, а на погашение долгов. Из 17 маршрутов прибыль приносят только 5. Конечно же, нам нужна помощь администрации города Омска, которые на сегодняшний момент перед нами имеют задолженность в размере 16 миллионов рублей. То есть, если нам эти деньги город вернет, заработанные нами деньги эти вернет, мы их направим также на погашение задолженности. Долги у перевозчиков скопились из-за многолетней работы в убыток. Годами муниципальные ПТП возили пассажиров по заниженным тарифам. Сейчас деньги, заплаченные пассажирами за проезд – единственный источник прибыли. Но в РЭК заявляют, а МИЧИ не должны платить за старые долги перевозчиков. Если речь идет о некомпенсированных затратах прошлых лет, то включать их повторно в новые тарифы. Оснований законодательством не установлены. В следующем году перевозчики заложили тариф за одну поездку в 37 рублей. Цена билета останется прежней, только если мэрия найдет деньги, чтобы доплачивать предприятию за каждого пассажира по 15 рублей. При этом только каждый четвертый АМИЧ пользуется муниципальным транспортом. Остальных обслуживают частники. Именно ситуация на рынке – причина кризиса муниципальных перевозчиков, говорят эксперты. Департамент транспорта очень много заводит частных перевозчиков на рынок, не спрашивая об этом муниципальных перевозчиков. Значит, все делается, на мой взгляд, для развала отрасли. Кому это нужно, остается большой загадкой. Максимально убрав с рынка частников, муниципальные предприятия выживут. Без повышения проезда. Это мое личное мнение, я в нем убежден на 100%. С января в Омске должны исчезнуть 27 дублирующих маршрутов. Газели заменят автобусы. Пока это лишь предположения чиновников, а долги растут. К концу года сумма достигнет 400 миллионов рублей. Если ситуация не изменится, то уже в декабре на маршрут не выйдут больше 200 автобусов. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко и Александр Рябуха. Омск здесь. За собственную забывчивость едва не поплатились депутаты Омского горсовета. Лишить полномочий 14 народных избранников предложила прокуратура. Оказалось, что сведения, которые внесли парламентарии в налоговую декларацию, недостоверны. Некоторые депутаты якобы забыли сообщить о личных автомобилях. Другие, наверное, из скромности, упомянули в декларациях о более дешевой машине. А вот директор нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский, например, занизил свои доходы. Видимо, хотели быть ближе к народу. Ну, хотя бы на бумаге. А если и правда закрутились, перепутали. Ведь с кем не бывает. Но многие из народных избранников предприниматели. А значит, люди, которым свойственно умение хорошо считать и вовсе не свойственны провалы в памяти. По закону, такая забывчивость – основание для освобождения от полномочий. Однако в самом городском совете от такой меры после внутреннего расследования решили отказаться. Пожалели коллег. Впрочем, один депутат, правда, с законодательного собрания даже оказался на скамье подсудимых. Речь о Хабалде Шушубаеве. В эту пятницу состоялось первое заседание по его делу. Депутата со стажем и бизнесмена с громким именем обвиняют в хищении в особо крупном размере, незаконном получении кредита от казахстанского банка АТФ и махинациях с налогами. Следствие считает, что незаконно вырученные деньги Шушубаев тратил исключительно на себя. Купил Мерседес и погасил коммерческие кредиты. Еще более циничным выглядит замена автомобильных ковриков в лендровере и посещение бассейна за счет дольщиков микрорайона Ясная Поляна. Избранный в региональный парламент уже на четвертый срок Хабалда Шушубаев обвинения не признал. Более того, назвал их абсурдными. Пояснил, что финансового образования не имеет и даже не знает, как оплачивается НДС, а значит, и схитрить не мог. Следующее заседание в суде 31 октября. В этот день начнут допрашивать потерпевших. Удастся ли 314 дольщикам, оставшимся без жилья, добиться справедливости, судя по всему, узнаем не скоро. В этом году, по мнению участников процесса, решения суда ждать не стоит. Во второй части нашей программы мы расскажем о том, что грозит тем, кто до сих пор не сменил летнюю резину на своем авто и поможем определиться с выбором, что надеть в холода. А сейчас небольшая реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Это Омск здесь, и мы продолжаем говорить о важном и интересном. Омичи потребовали разрешить им ремонтировать мусоропроводы за собственные деньги. Речь идет об использовании средств, собранных с жильцов, на капитальный ремонт. С такой инициативой жители дома по улице Кемеровской обратились в законодательное собрание в этот четверг. Тысячи мусоропроводов в Омске в аварийном состоянии. Большинство не ремонтировали с момента строительства домов, а это порой и 30, и 50 лет. А в фонде капремонта считают, что тратить на это деньги будет нецелевым использованием средств. Между тем, только в этом году структура не смогла найти применение около 630 миллионам рублей. Юлия Боброва узнала, как решить проблему. Подтопление в подвале, прорывы канализации, насекомые в квартирах. В этом доме букет коммунальных проблем. Пенсионерка Нина Рыбакова считает, с жильем ей не повезло больше всех. Она живет на первом этаже. В квартире испарение из подтопленного подвала, нашествие насекомых и отвратительный запах из мусоропровода. Я задыхалась, у меня даже все лицо першило. В три часа ночи стояла, вставала, открывала все окна. Настя, два часа, три часа я проветривала свою квартиру. Потом, когда пришла в ЖКО, «Московка, вам кажется, это просто мусоропровод, который не чистится в течение шесть лет». В управляющей компании лишь показали акты о выполненных работах, мол, все почистили. Но, по словам жильцов, коммунальщики ограничились хлоркой. Однако, по нормам, отходы из мусоропроводов должны убирать каждый день. Чистить мусороприемную камеру и контейнеры. И раз в неделю мыть загрузочный клапан. Дезинфекция раз в месяц. Чуть реже профилактический осмотр. А каждые пять лет – ремонт. В реальности же в сотнях домов из-за грязи и нечистот в мусоропроводах появляется неприятный запах, плодятся насекомые и грызуны. Можно заразиться всем, чем угодно. Начиная от воздушно-капельных инфекций, туберкулез, другие некоторые инфекции, воздушные грибы. Загрязнение поверхности – это кишечные инфекции. Все кишечные, начиная с дизентерии, салмонеллез, брюшной тиф, все, что хотите. Чаще всего изнашиваются и загрязняются мусороприемные камеры и помещения, где они находятся. Зачастую там нет даже контейнеров. Мусоропроводчик сейчас очень часто встречается. Выкатывает тележку, приспособленную к детскому коляску, на которой стоит корыто, и в этом корыте мусор. Это как раз то, чего сейчас не должно быть. Выходят из строя те устройства, которые были предназначены, скажем, для того, чтобы помыть мусороприемную камеру. Она чаще всего эстетически ветшает, потому что это запыление, это задымление, она проедается всякими запахами, потому что даже санитарную обработку самих стен нужно делать. Отремонтировать мусоропроводы самостоятельно решили жильцы дома номер 22 по улице Кемеровской. Цена вопроса 450 тысяч рублей. И сбор денег не стал проблемой. На спецсчете уже есть 900 тысяч. Но в фонде капитального ремонта о мечам отказали. Мне в юроделе сразу сказали, что этого конструктива нет в законе. То есть капитального ремонта мусоропровода законом не предусмотрено. То есть люди отдают эти деньги, сами собирают, и им же, как распорядиться этими деньгами, ставят условия. Ну ведь вы поймите, ну как это? Ремонт и замена мусоропроводов не входит в перечень работ, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта. Перечень работы и услуг, выполнение которых может финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта, утвержден статьей 15 закона Омской области от 18 июля 2013 года. Оказалось, законодатели просто не учли масштаб проблемы. Системы мусоропроводов – это специфика отдельно взятых домов. Достаточно сложно было все предусмотреть. Когда стартовала программа ремонта многоквартирных домов, были учтены основные конструкторы – кровля, фундамент, инженерные системы и так далее. Поэтому пока омичи проблему со старыми мусоропроводами решают дешево и сердито. Как вот в этом доме. Здесь жильцы просто вызвали слесаря, и он заварил крышки. Впрочем, возможно, что скоро омичам не придется идти на такие радикальные меры. В региональном законсобрании рассмотрят поправку в закон, чтобы мусоропроводы все-таки можно было ремонтировать за счет денег, собранных на капремонт. Но какое решение примут – вопрос пока открытый. Операторы по вывозу отходов и руководство единственного действующего полигона в Надежде так и не договорились. ЖКХ-сервис требует платить почти в два раза больше за каждый мусоровоз, разгружающийся на свалки. Объясняют это тем, что отходы в машинах уплотняют. Платить больше, естественно, не хочется. А потому груженные мусором КАМАЗы заезжают в муниципальные районы – Калачинский, Кормиловский и Москаленский. Возить туда отходы постоянно не получится. На местных свалках тоже заканчивается место. А потому договориться с сторонам все же придется. Свои проверки начали в антимонопольной службе и региональной энергетической комиссии. Уже точно установленный ЖКХ-сервис, владеющий полигоном, не имело права самостоятельно менять стоимость утилизации мусора. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь на продвижении. Субтитры сделал DimaTorzok HPE IP Город звучит Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. Состояние парка 300-летия Омска возмутило заместителя министра строительства России. Андрей Чибис разместил на своей странице в соцсети клип, снятый омичами. В нем пранкеры высмеивают объекты и называют его «парк, которого нет». Чибис пообещал, что Омск возьмут под особый контроль и отметил, что, цитирую, «такое качество общественных пространств даже при минимальных бюджетах недопустимо». Также он поблагодарил неравнодушных омичей, которые, пусть и в шутливой форме, привлекают внимание к совсем нешуточным проблемам своего города. Отмечу, ролик получил гран-при фестиваля «Пара». Там для меня горит фонарь, и это все, что в этом парке. И еще об очевидном, но не для всех заметном. Я о снеге и наледи на дорогах. Количество автомобильных аварий с начала месяца уже возросло в два раза, хотя пора менять летнюю резину на зимнюю наступила, как мне кажется, еще пару недель назад. Сотрудники ГИБДД и рады бы наказывать тех, кто не спешит ставить зимний комплект шин, но пока закон не позволяет. Пока. Светлана Еловнарова, к слову, своевременно поменявшая резину на своем авто, решила еще раз продемонстрировать, что будет, если зимой ездить на летнюю резине, а заодно выяснила, какое наказание готовит для тех, кто вовремя не переобулся. Первым снегом автомобилисту Никите Таранову намело ворох проблем. На одном из перекрестков попал в аварию. Виновница призналась, что пыталась затормозить, но машина не останавливалась, на колесах была летняя резина. Повреждена дверь, крыло, молдинг, ремонт в районе 30 тысяч, и все по вине охладенец. Количество аварий с первым гололедом увеличивается в разы. В сентябре, когда на дорогах в городе еще было сухо, произошло 60 аварий средней тяжести. С наступлением октября, когда начались заморозки, почти в два раза больше. Показательна и статистика наездов на пешеходов. Если в сентябре фиксируют по одному-два в день, то в начале октября цифра выросла в 3-4 раза. Водители просто не могут остановить автомобиль. При низкой температуре каучук теряет свою эластичность. Летняя резина создается более жесткой, чтобы при езде летом она быстро не снашивалась. То есть зимняя резина, она, разумеется, мягче. Когда холодная погода, она не дубеет. Контакт с загрубевшей резиной с покрытием резко уменьшается. Также на летней резине есть тонкие каналы для отвода воды. Когда в них забивается снег, сцепление с дорогой становится еще меньше. В то время как зимняя покрышка напротив своим протектором снег из-под себя вычищает. Для большей наглядности проведем эксперимент. На машине установлены зимние шипованные шины. Спереди дисковые тормоза, сзади барабанные. На нашей площадке асфальтовое покрытие. Сейчас оно немного обледенело. Водитель будет разгоняться до 30 км в час и резко останавливаться. Тормозной путь 1 метр. Теперь заменим колеса в сервисе. Условия все те же 30 км в час и резкое торможение. Тормозной путь увеличился на 8 метров. Но иногда даже считанные сантиметры могут спасти чью-то жизнь. Особенно на пешеходных переходах. Руководители частных пассажирских компаний первых морозов ждали с содроганием. Переобуть нужно было сотни машин в автопарке. Если микроавтобус в собственности у компании, оплачивает шиномотаж работодатель. Если собственник-водитель, платит из своего кармана. Причем перевозчик даже вправе диктовать условия. Например, может потребовать, чтобы покрышки были только шипованными. Меняем резину мы на зимние. То есть не на сей сезон. Самую замену резину производит водитель. А мы, как уже перевозчики, мы следим за этим. То есть каждая машина у нас утром проходит механика. Механика нас сейчас слеживает. Но следить за тем, на каких шинах едут нелегальные такси, им попросту некому. Автоинспекторы могут оштрафовать лишь за стертые покрышки. Законопроект, разрешающий проверять сезонность резины, рассматривают в Госдуме уже три года. Мы составляли этот законопроект в 2013 году. Тогда же случилась такая большая авария на трассе Москва-Санкт-Петербург. Зимой произошла пробка длиной почти 100 километров. Ее ликвидировали по несколько дней. И люди замерзали в этой пробке. Никуда было не деться. То есть трагедия произошла. Почти во всех европейских странах подобные меры применяются уже несколько лет. И такие простые правила спасают тысячи жизней. Светлана Йоавнарова, Павел Хадынский и Антон Щетин. Омск. Здесь. Снег и минусовая температура – повод не только сменить резину на авто, но и обновить гардероб. А вот в чем будет теплее в Сибирске морозы? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый сибиряк как минимум раз в пару лет. Мы провели свой эксперимент. Мой коллега Дмитрий Куканас опробовал разные виды зимней одежды на себе в промышленной морозильной камере. А для чистоты эксперимента мы просканировали его тепловизором. Этой зимой производители предлагают согреваться новыми материалами. Мембранной тканью, холофайбером и наполнителем с парафиновыми микрокапсулами. Разумеется, производители тестируют свою продукцию на специальных паникенах, у которых разные участки имеют разную температуру. Мы же проверим эти куртки на натуре. А для того, чтобы избежать субъективных оценок, будем использовать специальный прибор-тепловизор, который бесконтактным образом измеряет температуру и показывает утечку тепла. Первой в промышленной морозильной установке испытываем куртку с климат-контролем. Пока не с чем сравнивать, но в целом тепло держит. Единственное, в районе подмышек идет интенсивный теплообмен. У меня замерзли только открытые участки тела. Руки без варежек, они ощущают холод. Следующий образец – комбинированный полиэстер и верблюжья шерсть. Сразу видно, как карманы нагреваются от рук. Также в подмышках видим отток тепла. Это самые горячие области у нас, нашего тела. Наш последний испытательный образец с гусиным пухом и пером соотношение 80-20. Как и у предыдущих образцов, слабые места те же. Через подмышки больше тепла здесь входило. Повернись, пожалуйста. Но этот лучшее, держит тепло, судя по всему. Куртки с пухом стоят дороже. К примеру, цена любимых президентом Путиным канадских пуховиков достигает 90 тысяч рублей. Вслед за ним моду на неброскую практичную одежду переняли многие российские чиновники. Вот и мэр Омска Вячеслав Двораковский на мероприятиях в темно-синей куртке. Губернатор Виктор Назаров в рабочих поездках согревается также. Куртки с пуховым или синтетическим наполнителем в нашем тесте проявили себя примерно одинаково. Они сопоставимы примерно, судя по температуре поверхности, по теплопотерям. Можно сказать, что пуховик с климат-контролем, у него больше потери от плеч идут. То есть там он был теплее. А пуховик с верблюжьей шерстью, на мой взгляд, меньше теплопотерь. Тепло уходит через замки и карманы. Многое зависит и от качества ткани или швов. Лучше всего это видно на дубленке, даже при минус 2 градусах. Пуховики у тебя были, которые в плечах не так сильно теряют. Которые с верблюжьей шерстью и с пухом. Что показательно, здесь карманы у данной модели не особо греют. Мы видим, что тепло от рук теряется через карманы. Немало также зависит от качества материала и пошива. Дубленки, если честно, я вообще не рекомендую сейчас, которые продают, покупать. Ну, смотрите, какая она стриженная. Представьте, вот вы вышли в минус 30. Мне очень холодно. Чтобы не мерзнуть в шубе, специалисты советуют обращать внимание на производителя. Например, норка из Китая значительно уступает сибирской лисе. Скорняки из Поднебесной растягивают шкурки, чтобы сэкономить на материале. Ну и, конечно, мех должен быть доцельный. То есть цельная шкурка, если это сшито из каких-то кусочков, это уже продуваемо. Представьте, да, сколько там проколов иголочек идет из каких-то кусочков. Впрочем, шубу чаще выбирают не для того, чтобы согреться, а скорее, чтобы подчеркнуть статус. И что греет больше – мех или осознание того, что человек может себе его позволить – еще вопрос. Она теплее. Все. Она теплее просто. Пуховик лучше, практичнее. А шуба красива. Сибирь, зима, всякое бывает. Ну, шуба лучше. Красивее шуба, практичнее пуховик. Шуба висит. Пуховик носим. Дмитрий Куканас, Антон Щетинин, Сергей Степанишин и Евгений Русенко. Омск здесь. Серьезные холода, по прогнозу синоптиков, в Омске. Стоит ждать не раньше следующих выходных. Так что время обновить зимний гардероб еще есть. Такой мы запомнили уходящую неделю. Итоги следующие, как обычно, в субботу в 20.00 на телеканале «Продвижение». Увидимся.